друзья всем привет сегодня у нас самоделка из профильной трубы надеваем перчатки и у себя в запасах я нашел вот такую трубу 40 на 40 для этой самоделки можно использовать трубу и поменьше но у меня была только такая для комфортной работы надо зачистить трубу от ржавчины и чтобы ничего не попало в глаза обязательно надеваем защитные очки от края трубы отмечаем 100 миллиметров и делаем линии по кругу теперь у самого низа делим трубу пополам и ставим точки тут мне помог модернизированный угольник в котором я заранее наделал отверстие каждый сантиметр так весь процесс идет гораздо быстрее теперь от найденных центров чертим линии к краям получится что-то вроде этого ну и теперь фиксируем трубу и пилим по линиям что-то в Channeldenка если он не будет удобен за меня Получившиеся треугольники подгибаем в центр и фиксируем в таком положении с помощью сварки. Продолжение следует... Продолжение следует... Затем немного зачищаем. Варить я конечно не умею, но для этой самоделки моего навыка достаточно. Нам понадобится пластина, по ширине равная немного шире той трубы с которой мы работаем, а по длине примерно 3 ширины. Я вырежу такой кусок из трубы 60 на 40. Музыка. 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 Теперь этот кусок надо приварить к трубе. И также слегка зачистим. Далее немного отступив от пластины по центру трубы ставим точку. Накерниваем и делаем отверстие. Сперва сверлом поменьше, а затем сверлом на 7 мм. Метчиком М8 нарезаем резьбу в проделанном отверстии. Вот такая незамысловатая конструкция получилась. Придадим ей немного вида, покрасив в черный цвет. В отверстие с резьбой вкручиваем болт и идем тестировать. Заранее развел маленький костерок на оттаявшем к клочке земли. Земля конечно еще очень промерзшая, поэтому я схитрил и предварительно сделал так, чтобы труба легко входила в землю. На самом деле, когда земля подтает, труба будет входить примерно с таким же усилием. А если взять трубу поменьше, например 20 на 20, то совсем легко. Но как я уже говорил, у меня нашлась только такая. И вот для чего эта стойка нужна. В нее легко устанавливается сковородка и хорошо держится. Температуру легко можно подрегулировать, вдавив стойку глубже в грунт. Выглядит такая стойка интересно и делается очень просто. Можно брать с собой на пикник или организовывать приготовление пищи в поездке. Просто взять эту приспособу с собой, так как такая стойка вдобавок не занимает много места. Я оставил побольше места сверху для того, чтобы стойка сильно не нагревалась и ее удобно было брать и вытаскивать. Друзья, вот такая самоделка из остатка профильной трубы получилась. Сейчас начинается дачный сезон и все начнут что-то жарить на костре. А с такой приспособой можно пожарить, например, картошечки, если мангал в это время занят шашлыками. Поставьте лайк этому видео, если самоделка показалась вам полезной и в комментариях напишите свое мнение. Тех, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!